На территории инициативной молодежи на Бирюсе накануне состоялось торжественное закрытие второй смены. Там подвели итоги. Креативная молодежь разработала сразу несколько международных проектов. Так, например, команды из России и Китая будут делиться неизвестными страницами истории своих стран. А красноярские волонтеры планируют сдать 70 литров крови к юбилею Великой Победы. Вторая смена молодежного форума под названием «Общество» получилась очень продуктивной. Ребята представили две сотни собственных проектов. «Бирюса» собрала 700 человек из 10 стран мира. И когда мы видели эти проекты, когда мы видели, как ребята, может быть, с трудом произнося русские слова, но тем не менее их защищали здесь и добивались успеха, мы поняли, что «Бирюса» в этом году получилась. В итоге 10 флагманских программ и спецпроектов по вовлечению молодежи в празднование 70-летия Победы утверждены протоколом губернатора края. Закрытие второй смены «Бирюсы» посетил и полпредпрезидента в Сибирском федеральном округе. Николай Рогожкин посмотрел проекты, приуроченные к универсиаде 2019 года. Побывал на защите дорожных карт и пообщался с обитателями территории инициативной молодежи. Он высоко оценил и организацию самой «Бирюсы», и уровень участников форума. Ему есть чем сравнить. Только на этой неделе он побывал на трех подобных площадках – Чите и Иркутске. Впечатляют мысли, которые ребята высказывают. Тематика всех проектов направлена на то, чтобы сделать добро людям. И детям, и пожилым, и с ограниченными возможностями, и поисковики наши работают. Это все здорово. Только хотелось бы пожелать успехов, чтобы эта работа действительно не останавливалась. Устанавливалась.